Сумо – это очень интересный вид спортивной борьбы, который быстро развивается в нашей стране. В конце марта в Казани прошло первенство России по сумо среди юношей и девушек. На грандиозный турнир в столицу Татарстана приехали около тысячи спортсменов из 32 регионов страны. Первенство России 2024 по сумо проходило в прекрасном Казанском дворце единоборств Акбарс, который принимал множество статусных международных соревнований. В числе сборных российских регионов выступала и сборная Краснодарского края, где была воспитанница славянской школы единоборств Арина Гордиенко. Она уже семь лет занимается дзюдо и самбо. На ее счету немало спортивных побед на уровне Кубани и Южного федерального округа. Сумо для нее вид новый, и все же она надеялась выступить успешно. Главное было применить весь накопленный опыт. Тут надо все, чтобы была и техника, и без физической подготовленности мы не сможем бороться дальше. И технику мы нарабатываем на тренировках, также бегаем на тренировках и отрабатываем разные приемы. Соперничество на первенстве России было очень серьезное, но Арина не растерялась, уверенно побеждая спортсменок, которые давно уже занимаются сумо. Соперницу надо вытолкнуть из круга или повалить на части тела любой, и схватка заканчивается. Я, конечно, волновалась, было неожиданно впервые поехать на первенство России по сумо, заниматься в месяц и попасть туда. Соперницы были высокие, тоже они занимаются семь лет, и было немножко волнительно, как с ними бороться, и получилось, что я выиграла. Когда Арина Гордиенко получила золотую медаль и кубок в самой престижной абсолютной весовой категории, она сразу же поделилась большой радостью с тренером и родителями. Я была рада, что все-таки первая, сразу написала тренеру, родителям позвонила. Конечно, для тренера Арины Максима Бондаренко было очень приятно, что молодая спортсменка стала сильнейшей в стране. Мы же тренируем базовых самбистов и дзюдоистов, а это очень обширная техника, и она позволяет любому спортсмену, который владеет этой базой, выступать по различным видам спорта, где есть элементы борцовской техники. И поэтому у нас не было никаких сомнений в том, что мы можем поучаствовать. С нами связалась федерация края сумо, и предложили поучаствовать в первенстве края. В январе мы были на первенстве края, затем выехали на первенство Южного федерального округа, закрепились в команде края, и надеемся, что в следующем году нам удастся закрепиться в сборной России по сумо. На самом деле это детям очень интересно, это что-то новое, что-то необычное. Для меня, как для тренера, тоже интересно поучаствовать. Пожелаем одаренной юной спортсменке под руководством опытного тренера новых ярких побед. Андрей Вишневский, Георгий Калинин, Константин Монастыренко, программа «События».